ребята смотрите какая шикарная погода вообще вот не зря я говорю в каждом своем видео до свое каждое видео начинаю со слов привет всем из солнечного мэрсина просто прекрасно у нас кстати кто-то что-то разбил либо выкинул с балкона и у нас также на нашем балконе лежат стекла и вот еще стекла есть здесь на асфальте то есть не дай бог либо ребенок либо собака либо кот съезд короче видите какие люди здесь безответственные есть просто что-то либо упала либо либо бог его знает как оно получилось стеклянное что-то может горшок ну что-то вещу но эти стекла что сколько ну что мои хорошие мы сегодня собираемся подавать на развод едем сегодня в суд в мэрсине вот в турции я так поняла у них очень интересная такая судебная система у них получается здесь мэрсине одно большое здание суда и там получается как такие вода подразделения по семейным вопросам по гражданским вопросам значит наследственное до наследственные вопросы скорее всего наследственные входят в гражданские вопросы да то есть гражданское отделение вот мы значит написали заявление вообще в суде сидят госслужащие которые могут написать заявление Там было, честно говоря, писать нечего просто в том заявлении. Я ничего не прошу, то есть не алименты, ничего. Мне ничего не надо от этого человека. Мы просто написали заявление с образца по образцу. Его нужно теперь распечатать, поставить свою подпись и отвезти в суд, заплатить пошлину. Я в этом видео всё расскажу и покажу, сколько это стоит. Судебный процесс будет проходить без адвоката. Адвокат мне не нужен. Мне, в принципе, всё равно, я могу ждать. У меня времени полным-полно для развода. В самом суде сидят люди, то есть госслужащие, которые могут написать вам и заявление, подготовить все бумаги для подачи на развод. А у нас в Украине, насколько я знаю, этими всеми вопросами занимаются адвокаты. То есть у нас, когда приходишь в суд, у нас тебе никто ничего помогать не будет, даже если за деньги писать заявление и так далее. Но это, насколько я знаю. То есть этими всеми вопросами, подготовкой бумаг для развода занимаются адвокаты. Они прямо возле судов находятся, все эти адвокаты расположены, и за денежки вам всё сделают. Потому что когда я проходила практику в операционном суде, там адвокат на адвокате. Просто выходишь из здания суда, здесь адвокат, тут адвокат, здесь юридическая контора, адвокатское бюро. И все, конечно же, за хорошие денежки пишут заявление. А на самом-то деле, в этом просто вот так вот подумать логически. Открываешь интернет, полным-полно заявлений. Естественно, если вы будете требовать что-то от своего мужа, тогда ещё подаётся к этому заявлению целый протокол. Например, если вы хотите там алименты, чтобы он вам выплачивал после развода. Либо же, если у вас есть дети, если у вас раздел имущества, конечно же, такие сделки должны в обязательном порядке сопровождать адвокат. Но у нас всё очень просто, у нас нет детей, слава богу, у нас нет имущества, у меня нет к нему никаких претензий. Поэтому я надеюсь, что всё будет хорошо, примут у нас заявление, заплатим пошлину. Ну, сейчас поедем, распечатаем заявление, затем я к нему деньги. Ну, собственно говоря, такие вот у нас дела на повестке дня. Ребят, вот такое вот огромное здание суда в Мерсине. Ещё вот огромный метрополитен, самое большое здание в Мерсине находится. Там и офисы, и гостиницы, рестораны, короче, всё на свете. Ну, и вот такое вот огромное здание суда, сейчас мы идём в суд, заявление, вот тут вы документы мы собрали. Надеюсь, успешно подадим документы. Слушайте, какая потрясающая погода, прям весна уже. Кстати, сегодня праздник встретения. Так что я вас всех поздравляю. Начинается весна. Плюс 19 градусов у нас. Окей, хорошо. Так, друзья, в общем, это целая эпопея только что с нами произошла. Значит, мы хотели подать заявление как по обоюдному согласию, да. Значит, мы подаём на развод. Естественно, мой, значит, пока ещё не бывший муж согласен. То есть всё, подаём на развод по обоюдному согласию. Но, к сожалению, мы вчера потратили часа два на написание этого заявления по обоюдному согласию. То есть в этом заявлении ты можешь не указывать основной причины, да, какой-то вот глобальной прямо. То есть там пишут, что вы тут друг друга не понимаете, туда-сюда. Вот, значит, пришли мы подавать. Во-первых, бюрократия, конечно, страшная. То мы за файлик заплатили, то мы за папку заплатили, то ещё за какую-то ерунду. Но не в этом дело. Значит, мы уже пришли. Значит, возле здания суда находится такая вот пристройка. Там сидят, получается, юристы, которые принимают заявление. Значит, мы заплатили пошлину, судебный сбор. Он составил 600 лир, но после развода мне 440 лир будут возвращены. То есть, получается, судебный сбор составляет 160 лир. Почему? Значит, да, это как депозит ещё берут. Мало ли во время развода возникнет, да, то есть там нужно будет или заявление какое-то ещё подать, или там, может быть, адвокат понадобится. И, в общем-то, берут депозитом. Но потом вот эти вот 440 лир отдадут. Подаём, значит, заявление. И идём, получается, этот суд разделён. Там, в общем-то, очень много вот этих, да, как я объясняла, подразделений. И, значит, по-моему, 6 штук, а 6 семейных судов. В общем-то, приходим, мы, значит, потом нас отправляют, направляют в 5 суд. Мы приходим, и нам говорят, что так как вы состоите в браке, да, то есть года не прошло, то есть как вы состоите в браке, вы не можете подать заявление по обоюдному желанию. То есть нужно, чтобы какая-то из сторон открывала спор. В общем-то, нужно менять заявление. Мы, значит, нам объяснили всё, что нам нужно сделать. Это будет такая же процедура, как по обоюдному, просто будет другое заявление. То есть, да, как... То есть я открываю спор против мужа. Значит, мы спускаемся. Я уже говорю, пошли уже, ладно, пускай напишут нам заявление уже по-быстрому. В общем-то, за 2 минуты нам накатали заявление. 70 лир это стоит возле суда. И, значит, да, приходим мы обратно. Понятно, что никакой больше госпошлины я не плачу. Взяли у нас заявление и сказали через неделю прийти, чтобы поставить подписи, потому что сейчас это заявление будут рассматривать. Вот когда вы открываете спор против своего мужа, естественно, у кого там дети, у кого что, да, какие-то претензии, вы должны прописать в этом заявлении. Но так как у нас по-обоюдному, то, опять же, можно причины не указывать. То есть опять там написали то, что не совпадают взгляды на жизнь и так далее. И, значит, рассматриваю сейчас заявление. И ещё нам не сказали дату заседания. То есть через неделю нам нужно опять прийти в здание суда, чтобы подписать, в общем-то, это заявление. Они рассмотрят и дадут дату заседания. Вот так вот, ребят. Вот такая вот ягомотина просто сумасшедшая какая-то. Но это ещё мы лёгким испугом отделались. Есть же у людей вообще проблемы какие. Так что вот так вот подали мы заявление наконец-то. Я почему-то вот я прочитала то, что судебный сбор составляет, точнее, составлял в 21-м году 450-550 лир. Если вообще там ещё и делится имущество, и там, в общем-то, да, много претензий, там вообще ещё дороже. Вот, пожалуйста, 160 лир судебный сбор. Поэтому недорого, хорошо. Это район Чарши, дорогие друзья. Смотрите, какая огромная мечеть. Смотрите, тут всегда голуби, полно голубей. Их ещё люди подкармливают. Там ещё тазы вон с водой стоят. Голуби? Голубей своя жизнь. Такие пробки сумасшедшие сегодня. Вторник. Пол-шестого вечера. На самом-то деле мы ещё быстро всё сделали. Конечно, немножко пришлось нам потягаться, побегать, да. Но ничего. Всё хорошо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Какая красота у нас! Смотрите, какой зафар красивый! Приехали в кафе. Потом поедем покушать. И поедем домой. Вот это вот, видите, ресторан и бар. Здесь распивают алкогольные напитки. Ну, а мы не сюда, мы в кафе. По соседству будем пить кофе. По соседству не удачный. Только сюда. «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»